В День защиты детей по инициативе губернатора в Приморье запустили проект «Арсеневская карта», в рамках которой школьники от 6 до 13 лет могут посещать музеи, театры и другие культурно-просветительские места. Сам проект, как видно за моей спиной, был создан при поддержке губернатора Приморья Олега Николаевича Кожемяка. И проект, в первую очередь, направлен на изучение региона, на изучение истории края, на изучение всего того, что однажды, в том числе, изучал Ильи Марклавовича Арсенева. То есть это карта первооткрывателя, и карта позволяет тем ребятам, которые не попадают, к сожалению, под возрастной ценз пушкинской карты, также ребятам от 6 до 13 лет, бесплатно познакомиться с музеями, с театрами, даже сходить в кинотеатр, и все это доступно в рамках «Арсеневской карты». Как рассказал начальник экскурсионно-образовательного отдела музея-заповедника Артем Чубун, дети из пришкольных лагерей с удовольствием посещают музей. В рамках проекта «Арсеневская карта» здесь проводят экскурсии по разным объектам. В свое время мы присоединились достаточно просто, то есть к нам поступил запрос, готов ли музей принять участие в пилотном запуске. Ну, мы, разумеется, сказали да, потому что под все запросы подпадаем, историю освещаем, про культуру говорим, и не могли отказать, потому что это наша прямая деятельность, просвещать людей, и проект как раз направлен, в том числе, и на просвещение. Свыше полутора тысяч приморских школьников уже посетили музей-заповедник истории Дальнего Востока по Арсеневской карте. Данный проект помогает юным жителям края вовлекаться в культурные мероприятия, узнавать больше про свой край и его историю. На сегодняшней выставке больше всего мне понравились древние ископаемые и орудия труда. Какой-то, может быть, определенную экспозицию тебе вот прямо в душу попало. Ты бы еще раз сюда пришел, в музей? Пришел ради новых найденных древних ископаемых, к примеру, костей или драгоценных камней. Арсеневская карта реализуется в рамках проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», национального проекта образования и находится на личном контроле главы региона. Степан Скляров, Ксения Быкова. Новости на восьмом.